Вот я вставила уже кристаллы по всей моей оправе. И теперь я пройду еще раз по моим кристаллам. Каждый раз вставляю между кристалликами по бисеринке 10 размера. И тем самым мы спрячем лесочки ненужные нам, видимые глазу. И в то же время укрепим вот эту всю нашу конструкцию. Вы, конечно, вольны выбирать, какого цвета вам здесь сделать, вставлять эти бисеринки. Я вот все-таки выбрала для себя вот такую цветовую гамму. Она несколько темная, но мне больше такие цвета импонируют. И мне кажется, что больше сочетается с камнем, какой я выбрала. Вот видите, мои бисеринки перекрывают лесочку, которая все-таки несколько была видимой. И более аккуратной становится работа. Более прочной одновременно. Мы подходим уже к завершению вот этого нашего ряда. Вот. И теперь мы постараемся выйти... Вот. Войду в кристаллик. Следующий через бисеринку, какую мы одевали. Вот. И попробуем выйти в первый ряд вот бисеринок, какие лежат у нас не вот в таком положении у него отверстия, а вот параллельно нашему... Вот так, чтобы наши бисеринки лежали. Постараемся по бисеринкам выйти вот в ряд с бисеринками, какие лежат параллельно ребру нашего камешка. Немножко здесь плотненько получается. Постараемся аккуратно, чтобы так, чтобы наши бисеринки остались целыми. И в то же время мы прошли, не повреждая и нигде, чтобы лесочка наша не выглядывала. Вот мы дошли до первого ряда. У нас два таких ряда будет. И мы будем между бисеринками первого ряда вставлять новые бисеринки, чтобы получился гребешочек вот такой. Вот будем вставлять бисеринки, из какой мы делали нашу оправу. То есть у нас будет на гребешке ровно столько же бисеринок, сколько мы делали крестиков. То есть 36 бисеринок таких. Я закончила набирать по кругу один такой гребешочек у меня получился. Я вышла в первую бисеринку, с какой я начинала этот гребешочек. И теперь я буду набирать вот эти крупные бисеринки между этими бисеринками гребешочка. Вот таким образом. И только после того, когда мы наберем вот такой гребешочек из более крупных бисеринок, мы перейдем на второй ряд. Тот, что будет у нас на заднем плане находиться наших брошей или кулончика. То, что вы захотите сделать из этого камня, из этой бусины. То, что вас будет больше привлекать. Вот я закончила набирать второй ряд по моему гребешку. У меня получился вот более такой высокий гребешочек на нашем ребре нашей бусины. И я вышла не в крупную бисеринку, а в бисеринку начальную этого гребешка. И теперь по бисеринкам постараюсь пройти во второй ряд на более заднем плане моей бусины. Где бисеринки основы также расположены параллельно ребру моей бусины. То есть в таком вот положении. И мы начнем между этими бисеринками набирать снова бисеринки, чтобы сделать новый гребешочек. В этот раз я буду набирать, ну, будем светлые бисеринки набирать, чтобы нам было видно, что мы делаем. Вот я набираю между соседними бисеринками. Так, надо вот так попасть в бисеринку еще. Вот таким образом будем набирать новый ряд, новый гребешочек. Новый гребешочек. Новый гребешочек. Надо быть аккуратными, чтобы наша работа все-таки осталась целой и наши бусинки оставались целыми. Вот таким образом наберем новый гребешочек на заднем плане нашей бусинки. Бисеринка и в соседнюю бисеринку. Наша вот эта вот бусина имеет очень большое количество бисера, который у нас пошел. То есть 36 крестиков у нас получилось на нашей оправе. Поэтому если я буду все время вот одну и ту же работу делать на экране, то наше видео займет очень много времени. Поэтому я вам показала последовательность, с какой мы работаем. И теперь я могу продолжить эту работу за кадром. Вот теперь мы закончили уже и гребешочек этот со второй стороны, с изнаночной стороны или с более дальней стороны. И я вышла в первую бисеринку, с какой я начала мой набор вот этого гребешочка. И теперь мы будем использовать уже Супердуо или Твин. Что у вас найдется? Будем вдевать между двумя бисеринками. И затем снова одну такую бисеринку. Супердуо и снова бисеринку. И так будем чередовать, пока мы пройдем по кругу, используя вот поочередно Супердуо или Твин, что вы имеете. И затем одну бисеринку. Супердуо и снова бисеринку. Супердуо и бисеринку. Супердуо и бисеринка. Вот я закончила набирать поочередно Супердуо и бисеринку. У меня получился вот такой вот задний план моей бусины, моего кулончика, моей броши. И смотрите, что я делаю дальше. Я вышла в начальную Супердуо и пройду вперед в бисеринку, какую я набрала после Супердуо. Теперь мы будем оплетать наше Супердуо. Каким образом я это буду делать? Вот посмотрите, я набираю две бисеринки. Две бисеринки. Вы уже возьмете тот цвет, какой вам больше будет нравиться. Две бисеринки. И затем набираю одну, потом более светлую. И снова такую же бисеринку. Обхожу вершину моего Супердуо. Набираю снова две бисеринки. И захожу в бисеринку, какую я набирала после Супердуо в моем заднем гребешке. Вот этом. Вот что у меня получается. Снова набираем две бисеринки. Заходим в верхнюю дырочку следующего Супердуо. Набираем бисеринку серую, светло-серую, серую. Закрываем колечко на вершине Супердуо. Набираем две бисеринки серые. И заходим в бисеринку, какую мы набирали после Супердуо. Подтягиваем. Снова две бисеринки темно-серые. Заходим в верхнюю дырочку Супердуо. Темно-серая, светло-серая, темно-серая. Закрываем колечко на вершине Супердуо. Набираем две темно-серые. И заходим в бисеринку, набранную после Супердуо. И так будем проходить по всему ряду вот этому нашему Супердуо или Твин, что у вас есть. Закрываем колечко на верхней дырочке Супердуо. Две темно-серые. И заходим в бисеринку, набранную после Супердуо. И так мы должны пройти по всему кругу. Я закончила уже оплетать вот таким образом вокруг моего Супердуо. И у меня получается уже вот так оформлена моя бусина, мой агат. Но вот эти вот все лучики, они получаются у меня очень подвижные. Мне хотелось бы все это закрепить, чтобы все это было жестким и неподвижным. Я, как видите, вышла в бисеринку. С какой начинала вот бисеринка, с какой я начинала оформлять мои Супердуо. Я пройду по всем бисеринкам вот этим вот боковым, которые вокруг моего Супердуо. И остановлюсь после трех вот этих бисеринок, которые закрыли колечко на вершине моего Супердуо. То есть мы проходим вперед по этим бисеринкам. И вот эти три также мы проходим, какие над нашим Супердуо. Вот таким образом. Все. Мы прошли. И теперь мы будем использовать кристаллы 4 миллиметра. 4 миллиметра. И буду проходить, каждый раз набирая этот кристалл, этот биконус, я буду проходить по трем бисеринкам следующего Супердуо. То есть вот таким образом. И мой биконус будет находиться между моими лучиками. Вот что у нас будет происходить. И опять проходим по трем бисеринкам, какие у нас закрыли кольцо на вершине нашего Супердуо. И заходим в следующие три бисеринки соседнего лучика. Вот таким образом у нас будет укрепляться вот эта вот сторона. Задняя половинка нашего агата будет больше и больше укрепляться. Не будут эти наши лучики уже такими подвижными, как были до сего момента. Я думаю, что вам понятно, что я делаю сейчас. Набрав кристаллик один биконус, вот немножечко этот биконус у нас бракованный. Так, заходим в следующие три бисеринки на вершине нашего Супердуо. За один проход у меня не получается взять все три бисеринки, но мы проходим их за два прохода. Вот таким образом. И будем таким образом оформлять край нашей броши. Спасибо. 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 Спасибо.